Привет, с вами Наташа Че, и сегодня у нас обзор типс для френча. Я уверена, вы видели их в продаже, они стоят порядка 200 рублей, продаются на маркетплейсах. Я тоже на них постоянно смотрела, и, честно говоря, мне было интересно, получится ли с ними сделать нормальный френч. Давайте посмотрим их поближе. Типсы достаточно тонкие, у них есть держатель, с обратной стороны там указан номер, его не очень хорошо видно. Усики закругленные, достаточно короткие, поэтому, скорее всего, их придется дорисовывать. Ну а для работы, помимо типс, нам потребуется база для гель-лака, клей для типс, также камуфлирующая база, ну, естественно, топ. Я уже подготовила ногти, сделала маникюр, но указательный палец у меня скрыт, потому что там я уже попробовала эти типсы и решила скрыть от вас результат, чтобы было интересно смотреть. Начинаем, конечно же, с подбора размеров, и в коробке они немножко перемешались, поэтому мне приходилось достаточно долго искать каждый размер. Пробуйте сразу несколько типс, они, самое главное, должны плотно прилегать к ногтевой пластине, вот таким образом. И еще один важный момент, обязательно проверяйте типсы сбоку, потому что иногда, если размер слишком маленький, они могут не доставать до нижних параллелей. Вот этот размер подойдет значительно лучше. То же самое делаем и для остальных ногтей. Кстати, при работе с этими типсами обязательно должен быть сохранен свободный край. Именно к ним мы будем типсы приклеивать, то есть они не должны висеть в воздухе. Ну а я тем временем провожу стандартную подготовку ногтевой пластины. Сначала обезжириватель, затем бескислотный праймер. Конечно же, если сочетать эти типсы с лаком, то достаточно будет обезжирить ноготь, затем приклеить типс непосредственно на ноготь и затем прикрыть его прозрачным лаком. Но мы будем с вами делать все это немножечко в другой технологии, будем сочетать это все с камуфлирующей базой. Поэтому здесь я провожу стандартную подготовку, как для гель-лака. Базу обязательно наношу тонким слоем без выравнивания. После полимеризации обязательно снимаем липкий слой. И сначала я буду пробовать наклеивать типс на глянец, а потом, если понадобится, то, конечно же, забавим немножечко базу. Вообще, я первый раз клею типсы, и мне очень интересно, что же получится, и самое главное, сколько это будет держаться. При наклеивании я в первую очередь ориентируюсь на расположение линии улыбки. И также смотрю, чтобы типс полностью лежал на ногтевой пластине. У моих ногтей достаточно выраженная арка, поэтому придется немножко их прижать. И вот, посмотрите, еще один момент. Немножечко типс не доходит до нижних параллелей, несмотря на то, что размер подобран правильно. Больше размер висит в воздухе просто-напросто. Поэтому будем тоже допиливать и дорисовывать. С базы на остальных ногтях я все-таки решила снять глянец, потому что так будет удобнее работать. Продолжаем клеить типсы, и несмотря на то, что они достаточно тонкие, естественно, между ногтем и типсом остается небольшая ступенька. И мы в дальнейшем будем ее закладывать при помощи камуфлирующей базы. Обязательно хорошо прижимаю типсы. Их фиксирую в течение минимум 10-15 секунд. Жду, когда клей схватится для того, чтобы они прочно держались на ногтях. Промежуточный результат, честно говоря, смотрится так себе. Сейчас вы его увидите. У типса немножечко странная форма свободного края. И из-за этого, конечно же, выглядит это все не очень хорошо. Срезаем цветочки, они нам больше не понадобятся. И далее мы с вами перейдем к копилу свободного края. Ширина типса и форма свободного края смотрится очень несуразно, поэтому я решила их укоротить и сделать четкий квадрат. Потихоньку ногти начинают преображаться, но надо еще немножко поднять нижние параллели. И также дополнительно я чуть-чуть опиливаю боковые параллели, чтобы типсы визуально казались чуть-чуть поуже. Смотрите сейчас разницу с остальными ногтями. Мне кажется, она существенна. А вот как все ногти выглядят после опиливания. Конечно же, между типсом и натуральным ногтем осталась небольшая ступенька, и ее необходимо убрать. Буду делать это при помощи камуфлирующей базы. И я выбирала между тремя цветами. Вот таким нежно-розовым, более прозрачным вариантом и также более насыщенным и более плотным камуфляжем. В итоге остановилась на первом варианте. Сначала я наношу камуфлирующую базу тонко, и затем начинаю потихоньку подталкивать ее к зоне френча. Короткой кисточкой это сделать очень легко. Сразу можно нанести небольшой объем материала для того, чтобы потом было проще выравнивать. Но самое главное, не наносите слишком много, иначе вот этот избыток материала уйдет на френч, уйдет также в бока, и ногти будут смотреться очень пузатыми и некрасивыми. Материал сразу выкладываем так, чтобы потом его не надо было пилить. Тонкой кисточкой заполняю все мелкие неровности и далее полимеризую базу в лампе. И давайте сейчас посмотрим, что же получилось. Мне кажется, френч выглядит достаточно неплохо, с учетом того, как типсы выглядели изначально. Но вы пишите свои комментарии, нравится вам или нет. Кстати, посмотрите на толщину покрытия, она небольшая. Ну а те участки, где не хватило длины типс, будем с вами закрашивать белым гель-лаком. У меня специальный гель-лак для френча, очень плотный и с тонкой кисточкой. Наношу его на те участки, где видна ногтевая пластина. Да, понятно, что здесь, конечно, виден переход. Я постараюсь его немного закрыть при помощи топа, но давайте сделаем скидку на то, что это экспериментальный вариант. Я работаю с этими типсами первый раз, да и, честно сказать, они не самого высокого качества. Что ж, издалека смотрится вполне неплохо. Нам осталось с вами нанести топ, и я очень вам рекомендую, если вы все-таки будете работать с этими типсами, забавьте их обязательно перед тем, как будете наносить топ, иначе он потом будет скалываться, как произошло у меня. Ну а вот, собственно, что получилось. Как я уже сказала, результат достаточно приличный, кстати, типсы неплохо продержались в течение двух недель, ничего не скололось. Ну а я жду ваши комментарии, что вы думаете по поводу этой техники, нравится она вам или нет. Хотели бы попробовать такие типсы.